Всем привет! Сегодня я решил отправиться на разведку, прокатиться. Сейчас еду подальше от города. Хочу посмотреть места рыпацкие, где сошел лед, где не сошел, потому что непонятно. Даже сейчас еду по дороге, озера смотрю, которые вдоль дороги. Одно растаяло уже, лед полностью сошел, другое еще полностью затянуто льдом и непонятно. Погода такая, что день может идти снег, день идти дождь, день жара, там все в майках ходят и опять мороз. Вот сейчас, допустим, солнце светит, но еще мороз. Я думаю, к тому времени, как спадет мороз, где-то через пару часов я уже найду какое-нибудь место, где буду рыбачить сегодня. Ну а сейчас, в общем, еду, сейчас доберусь до места, посмотрим первые места, как там обстановка со льдом, как обстановка вообще, в принципе, с водой. Ну и там включусь, все покажу, расскажу. И если там, допустим, не получится ничего, то двинем дальше. По итогу мы где-нибудь, конечно, порыбачим, где точно можно порыбачить. Но для начала разведка. Все, поехали, посмотрим. Вот уже водохранилище. Сейчас туда заедем и там первым местом глянем. Короче, поехали. Так, ну что, добрался я, в общем, до водохранилища. Сейчас вот здесь заезжаю я в разливы. Обычно я, конечно, рыбачу не здесь, но по состоянию льда мне сейчас главное посмотреть. Так что нет смысла куда-то ехать там, именно в те места, где я обычно рыбачу. Потому что, видите, гряземес какой. Можно будет сейчас намесить. Очень сильно бесполезно причем. Ого. Такие небольшие, хочу их тоже глянуть сейчас. В принципе, мне туда не обязательно заезжать, потому что у меня есть дрон. Сейчас мы, возможно, его просто поднимем. Да посмотрим, как здесь обстоят дела во всей округе. Важнее, то пришла вода или нет. Лед сойдет на днях, это в любом случае. А так он, вот он стоит еще, лед. Так что здесь пока рыбалка еще невозможна. Такая, как я хочу именно. Рыбаков, разумеется, нет нигде. Потому что лед тонкий. Купаться, думаю, не каждый захочет. Но здесь, в принципе, даже дрон поднимать не нужно. Я все вижу. Еще все во льду. Кое-где так есть. А впрочем, давайте все-таки поднимем дрон. Мне все-таки интересно. Может быть, где-то есть какая-то полынья, либо еще что-то. Охота какой-то интересной рыбалки. Давайте глянем. Итак, ну что, погнали. Дует небольшой такой ветерок. Довольно прохладный. Поехали. Посмотрим, что там творится. Ну вот, вижу, что, в принципе, все заливы еще во льду. Впрочем, вот здесь вот лед уже минимальный, видно. Скорее всего, что он уже сойдет скоро. Сегодня-завтра. Вот, видим. Либо это уже открытая вода. Пока не могу понять. Сейчас посмотрим. Нет, это еще не открытая вода, я так понял. Это еще есть здесь корка льда. Но она, в принципе, думаю, сегодня же и сойдет. Так что вот сюда можно будет через день-два уже ехать, рыбачить. Но интересно, уже интересно, уже значит, есть местечко. Давайте еще пролетим до следующего заливчика. Блин, ветер начинается такой уже посерьезнее. Ну, здесь, в принципе, я вот вижу, ситуация та же. Вот, там тоже уже, в принципе, лед сошел. И вода, в принципе, есть в заливе. Так что рыбачить-то уже можно, в принципе. Ну, сегодня я этого здесь сделать не буду. Сегодня я здесь все-таки больше на разведку приехал. Ну, водохранилище уже, в принципе, оттаяло. Ну, оно какое огромное. Да, в один прекрасный день, я думаю, себе порежу пальцы этими винтами жесткими. Ну, все, в общем. Сейчас я здесь осмотрелся. В принципе, понял, что здесь уже можно порыбачить. Завтра я сюда с утра отправлюсь. Возьму соответствующие снасти. В принципе, у меня и сейчас есть кое-какие снасти для этого. Но все равно. Еще хочу проехаться, посмотреть пару местечек. Сейчас поеду, гляну. Речку гляну одну. Пару озер гляну судаковых. Ну, и где-нибудь приземлимся. Все-таки порыбачим. Так, ну что, двинули дальше. Сейчас по дороге заеду на одно озерцо. Такое, которое для меня представляет спортивный интерес. Сейчас по судаку именно. А сейчас все покажу. Ну что, вот еще одно озеро, которое мне интересно в плане рыбалки. Заехал посмотреть. Лед здесь, в принципе, сошел. Это озеро мне интересно больше по такой спортивной рыбалке. Здесь я ловлю судака. Вот видите, еще чуть-чуть лед остался. Здесь рыбы немного. Раньше было много. Сейчас ее, конечно, повыбивали уже. Плюс вот так его спускают. Еще сильнее это водохранилище. Постоянно озерцо. В общем, здесь полно карася. И чуть-чуть есть судака. Судак здесь уже весь наколотый. Поймать его очень сложно. И поэтому я сюда приезжаю чисто отрабатывать навыки ловли джигом. Вот в этом плане мне и интересен этот водоем. Я, в принципе, мог бы и сейчас собрать джиговую снасть. Да, попробовать половить. Но мне надо ехать дальше. Еще хочу посмотреть пару мест. А сюда я приеду, наверное, когда мне придет с России джиговая палка. Заказал себе такую, вроде бы, нормальную по отзывам. Не знаю, будем смотреть. Потому что в прошлом году я уже купил одну такую себе палку. Которая оказалась совершенно не джиговая. Просто то, что показывали там обзоры на ютубе. Это все полная лажа. Ну, а сейчас я отправляюсь дальше. Поехали смотреть следующие места. В общем, приехал еще посмотреть в одно место. Вот здесь вот у нас есть озеро, в котором судак. Вроде бы как должен быть, по крайней мере. Здесь вот еще лед. Ну, а та половина кое-где уже оттаяла. Не знаю, можно будет даже попробовать сегодня. Ну, здесь вот на другой стороне озера. Здесь форель. Ну, единственное, сегодня ветер очень сильный. Ну, думаю, вот здесь вот если сесть, можно попробовать спиннинг. Посмотрим. Сейчас я, в общем, наверное, соберу и джиговый спиннинг, и форелевый. И попробую там и здесь половить. Может быть и судак клюнет, кто его знает. Ну, что, решил я начать с форельки. Пока поставил так яркую блесенку. Рыбы, возможно, здесь и нет вовсе. Сейчас буду проверять. Ветер просто дует. Холодный и довольно сильный. Сейчас чуть-чуть подожду. На том озере с берегов лед отойдет. И пойду попробую судачка там половить. А пока все-таки форельку попробую. Просто говорю, не факт, что она здесь вообще есть. Ну что, форель пока не клюет. Попробуем. Может быть, судачок клюнет. Ну да, конечно, с такого высокого берега не особо удобно рыбачить. Еще и ветер мешает. Не, в такой ветер, конечно, рыбачить это, блин, бесполезно. Ну, я надеюсь, что к вечеру просто подстихнет ветер. Есть поклевка. Неожиданно. Честно, не рассчитывал даже. За пузо цепанул. Придавил, видать. Было до этого несколько поклевок каких-то слабеньких. Ну, таких совсем не кокущих. Ну, видимо, вот такие вот клюют мелкие судачата. Вот оно. Пузатый, с икрой. Блин, жалко. Там не сильно я его повредил, в принципе. Надо отпустить скорее его скорее его отсюда с дамбы. Да, с таким подсаком рыбу только отпускать. О! Все, ушел. Интересно. Вот это неожиданно, конечно. Такая поклевка. Сейчас еще буду пробовать. Когда на месте не сидишь, не пытаешься одну и ту же рыбу ловить, то что-то досрабатывает. Сейчас проверим еще. Будут, не будут поклевки. Может, кто покрупнее возьмет. Ветер к вечеру не стихает, а только усиливается. Поэтому решил перейти чисто на судака. Потому что форелевую блесенку сейчас швырять просто нереально. Уносит. Только так. Пойду вдоль подветренного берега попробую. Кто его знает. Может, кто клюнет. Решил попробовать с меляка начать. Кто его знает. Вдруг судак здесь греется на солнышке. Скорее всего, конечно, нет. Ну, попробовать стоит. Потому что осенью я на мельке неплохо ловил судачка. Ну, если вы смотрели, ведете, то знаете, в принципе, что это возможно. в любом случае проверять стоит, я думаю. Все варианты. Сейчас пойду, хочу до впадения дойти, посмотреть, что там творится. Озеро огромное. Не знаю, может, я погорячился, чтобы до впадения идти. Но хотелось бы, конечно, прогуляться, глянуть, что там вообще на впадении. Просто нескончаемое озеро. Иду, 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 иду. Ну, там похоже впадение. Там вот чайки собрались. Не просто так тоже. Малька, видать, там полно. Вот есть интересная заводь. Вон там рыба даже играет какая-то. Наверное, здесь толстолоб. Но на впадении там мелко похоже. Ну ладно, пойду. Наверное, зацепы там будут. Овсетник не буду ставить. Оторву пару приманок и приду вот эту заводь пробивать. Потому что вон там кто-то сейчас прям плескался. Да, зря я, наверное, сюда сошагал. Здесь что-то совсем миляк. Здесь дамба. Да, здесь совсем мелко. здесь судак-то наверное точно не будет. Или попробовать один зацеп сделать. Вон от того берега провести. Может получится. Ой, сразу зацеп. не пойдемте сейчас туда на глубину где я видел. камеру. только выключил камеру и поклевка только это может быть не поклевка может быть я кого-то забагрил он попер когда скорее всего забагрил или толстолоба или сазана его моя куда ты пошел я перед этим почему здесь начал съемку что чувствую протаскиваю об что-то стучит бам-бам-бам-бам офигеть я там какую-то чушку поймал огромную так ладно снасти пусть пока здесь полежат наверное толстолоба прет хорошо о и как него вытаскивать а он туда можно кстати спуститься на кого-то там мощного садил хорошо успел фрикцион отпустить фигеть там килограмм на 10 наверное давай покажись кто ты там или сазан или толстолоб может амур не знаю так гадать конечно если смогу подтащить посмотрим кто-то а не смогу придется гадать офигеть не сдается стал на одном месте на рыба крупная чувствуется чувствуется килограмм 10 там опять попер вытащить посмотреть а давай какой-то я думал судака все поначалу потащил вроде бы спокойно пошел а он чувствует что-то нам серьезное думаю дай-ка при отпущу чуть фрикцион но если я не успел фрикцион отпустить оторвал бы легко оторвал его моя на там ракета не охота сильно тащить потому что забагренный может также легко отцепиться на просто посмотреть рыба-то сама не нужно а вот кто-то прям интересно кто такое сопротивление оказывает этаж еще к берегу я не подтащил с берегу подтащишь вообще капец будет самое плохо если за за задний плавник зацепил тогда блин очень тяжко будет вообще вытаскивать мне кажется толстолоб потому что там прям чувствовать что много рыбы одному стукнул по второму они обычно так толпой стоят он встал не шевелится его даже подтащить не могу по чуть-чуть по чуть-чуть вообще забагренного тяжко за рот то конечно попроще забагренным лим боком идет просто нереально блин батарейки хватит на камере нет давайте я выключу наверно сейчас съемку потому что хочу включить когда подтащу чтобы мы вместе глянули кто там что не знаю сколько там батарейки не менял вообще хотя вроде бы уже не так уж далеко но этот еще не сдастся сто процентов еще не скоро я думаю ладно пока выключусь потом включусь как подтащу короче проблема зашел за дерево как будто бы знает что надо делать прям он туда за деревом встал а как туда пройти я не знаю надо чтоб куда-то вывел дальше опа все что ли а нет из-под дерева вышел ну уже близко вот он в принципе камеру ненадолго выключал сейчас посмотрим кто там есть ну давай покажись уже блин если сейчас попрет то не останавливая конечно же кто это надо прям за спину непонятно пока не понял кто это похоже на сазана вроде бы за спиной плавник где-то той области но все таки толстолоб что-то блин для сазана какой-то слишком тяжелый наверное для этих мест кто там непонятно пока или амурчик видно просто что рыба огромная а кто это прям в бочину всадил я ему кто вот это солнце светит прям в глаза не поймешь на амура похоже что ли да блин отпущу не сопротивляйся дай посмотрю тебя я отпущу все там толстолоб все таки ну да толстолоб блин застрял я в жиже сколько в нем десятка есть нет смотрите пузо какое полное офигеть можно прям в бочину проткнул вот как вот не так уж прям и сильно держался о какой там у камеру я другую не брал поэтому будем отпускать в этом садке они себе плавники рвут такой он неудачный поэтому не буду его долго мучить оба давай дружище и и мы их вы тяжелые поднять не могу ой об она офигеть а руки трясутся а как вам вот так это все же так делают фотки офигеть можно вот это рыбина ну чё давай отпускаться будем вода ледяная еще офигеть можно пока пока фу блин вот это да порыбачил на судака блин фу вот это кайф рыбалочка что пойдем еще попробуем вот здесь стоит этот толстолоб его прям чувствовал не рю несколько раз пока протаскивал чувствовал что что-то там есть а потом раз 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 потянуло я подсечку сделал и прошил его да вот это мощное сопротивление толстолоб это сила ну что в общем все от рыбачился я рыба сегодня не клевала вообще ту которую я поймал вы сами видели какие поймал ну скорее всего это из-за погоды из-за ветра а завтра будет ветер еще сильнее ну судя по прогнозу но я все равно завтра отправлюсь на рыбалку на водохранилище думаю что завтра там лед должен сойти в нужных местах не знаю как будет с рыбалкой с рыбой будет ветер но в общем погоду я больше ждать не собираюсь потому что дальше все равно будет дождь снег еще по прогнозу сколько можно так сказать уже ждать эту погоду и так сидел уже очень много времени в ожидании теперь буду невзирая на погоду еще что-то ехать на рыбалку вот допустим завтра съездим посмотрим чем это закончится все всем пока пока увидимся все увидите на канале как я там буду рыбачить завтра пока 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 пока